всем привет всем доброе утро доброе что у нас татьяна на завтрак всего понемножку огняное масло бутерброды с красной не натуральной икрой но вкусной творожная масса с изюмом немножко клубнички дачной яйца вареные смятку так так пряники есть у нас семечки есть вот так позавтракаю все есть для хорошего настроения правда дорогой приятного аппетита всем здравствуйте давно я не снимала видео как я готовлю сегодня у нас кулинарный лук хочу вам показать как я буду сегодня готовить котлеты что нам для этого надо здесь у меня лучок это наждачный лук чеснок мы его будем все перемалывать на блендере дальше яблочко я его почищу и вместе с луком все перебьем блендером в кашицу в хорошую кашицу здесь у меня полкило фарша хмели-сунели чайная ложка и размоченная булка это хлеб знаете какой с отрубями я взяла корочку ну он еще свежий так немножко его размочила добавлю сюда еще пару ложек молока когда фарш сделаю ну конечно же нужно подсолить девчонки такая получается вкуснятина котлеты мягкие пышные наверное даже не буду добавлять яйцо может быть не буду а может буду посмотрю прошлый раз я не добавляла нормально все работаем работаем на кухне жарим котлеты с яблоками вот это яблоко я купила в палатке от бересте там они по 3 50 вот одно яблочко вытянул на 80 по моему 7 копеек такое тверденькое не знаю лучше конечно яблочко брать с кислинкой сюда но какое был такой я и купила все давно я не готовила соскучилась нет я готовлю но так чтобы вот показывать вам уже давно ничего не показывал может кому-нибудь пригодится 3 тип рецептик еще я хочу сделать рыбные котлеты купить надо фарш у нас готовый продают чтобы не копошить с этой рыбой чистить крути ее не хочет уже с возрастом серьезно тем более сейчас все для хозяев все готово и бери разогревай на сковородке микроволновки пельмешки там все есть такого раньше конечно у нас не было мы все это готовили сами пельмени правда были а сейчас все все для молодежи ну наверное я думаю это очень хорошо даже здорово что молоденькой хозяйки прийти домой малышей забрать с садика еще и готовить у газ плиты о нет все он купил по пути с работы домой и быстренько за пять минут ужин приготовила разогрела сварила и вся семья накормлена но котлета нужно делать самим своими ручками все работы все яблочко нарезала лук нарезала сейчас буду все быстренько измельчать но уже камеру включать не буду чтобы вас не отвлекать этим шумом вот как то так получается смотрите я хорошо все перебила почти до однородной массы сейчас будем все добавлять в фаршик и хорошо перемешивать руками чуть подсолить не забыть и все и фарш будет быстренько готов все сейчас будем хорошо перемешивать фарш рукой посмотрите как красиво да зеленый лучок яблочками супер-пупер получится это точно я уже не раз такие котлеты делала когда-то посмотри подсмотрела рецепт в интернете и иногда это дело практикую котлеты с яблоками все фарш я приготовила яйцо добавлять не буду сейчас закроем миску пищевой пленкой и отправим минут на 40 в холодильник пусть он охладиться когда фарш охлажденный он такой ну поддается красиво красивую форму сделать котлета когда он жидковатый когда его делаешь он все равно жидковатый здесь и яблоко и лук все так я еще добавила две ложки молока сюда в этот фарш отправляем в холодильник повторяюсь смотрите что мы пьем компоты вместо кока-колы вот налила стаканчик сейчас раз и выпью здесь у меня яблоко алыча и абрикос такой вкусный компот пальчики оближешь так что лучше пить компоты а кока-колу уже нет не выпускают да саш вроде так не знаю домой и если честно покупаем может это не кока-колу я люблю любила фанту так на праздничный стол куплю себе бутылочка особо ее никто не пил вот так кто может из гостей попробует а в основном даже у нас в нашей семье когда-то мы вот собирались все праздники отмечали дни рождения компот шел всегда на ура всегда тем более есть свой сад в этом году не знаю что будет но может быть немножко компота закрою хотя мы еще его и не выпили ну вот на дачу взяли несколько банок будем сейчас пить мы его пьем когда жарко сейчас ягод еще своих нет только жимолость вот в этом году мы набрали немножко жимолости ну так мы с творожком ее видим полезная ягода так пока я отключаюсь девочки мальчики включусь попозже всем привет всем доброе утро таня хавается вот мы попали не очень удачно ребята на дачу вчера приехали то жара была вчера дождь и прохладно но сегодня стали тоже непонятно сколько лягушка показывает наша лягушка показывает 15 что наверно больше к правит правильному решению а это 19 пчела что-то такое вот среднее между 15 и 19 днем обещают теплее до 21 но ничего чем там в городе дома сидеть у нас на завтрак яичница с ветчиной с ветчиной таня зеленым луком укропчиком будет еще чай вот у нас клубнички немножко есть собрали так что все хорошо в общем то все хорошо прекрасная мартиза ну вот я такая красивая с утра в косыночке окно закрыли с вечера начали мерзнуть по-домашнему замерзли вчера с саньком вечером особенно я замерзла я у окна сплю а что ночью нам стало жалко давай перестановку сделаем не хочешь ты хочешь сама возле окна спать хочу свежего воздуха а ночью что проснулись кошмары какие-то аж мучает надо срочно окно открывать вот так нормально спать сейчас потихоньку потеплеет будет веселее в общем то это не зима можно одеть и курточку какую-то да есть у нас одежда полно да уж чего-чего тут одежды приятного аппетита и хорошего настроения всем с песнями мы позавтракали и я решила приготовить сегодня на первое щи со свежей капустой с тушенкой с говяжьей тушенкой сейчас пойду на ру зеленого лука укропчика сельдерея и все и мои зеленые щи со свежей капусты вернее со свежей капусты ты не зеленые будут к обеду готовы свеженькие вкусные и отваривающую картошку вот такой у меня сегодня денек с утра я на даче уже давно ничего не готовила и уже пора начинать готовить а не возить с собой вчера мы привезли еды на несколько дней ну первое блюдо мы всегда готовим без первого мы никуда я знаю многие не любят первые блюда мы очень любим в семье в которой я росла мама все время варила вкусные щи и супы всего было много вкусного в деревне но первое мы в обед ели всегда вот такие пирожки рецепт простой картошка капуста помидорчик зеленый лук ну в смысле и будет зелень тушенка вот и все просто вкусно и быстро положила в кастрюльку зелень лучок зеленый петрушка вернее сельдерей и укропчик все буквально через минут три-четыре включаю газ и наши щи готовы всем приятного просмотра